Детское радио представляет сериал Новые приключения Веснушки и Кипитоши Ничего не понимаю Должно было остаться 15 рублей с копейками А у меня целых 105 рублей Откуда они взялись? Фантастика какая-то Ты о чем это там? Что? Забыла сколько денег у тебя в кошельке было? Слушай, ну хватит пересчитывать Считает и считает уже полчаса Ты же в школе учила правила От перемены мест слагаемых сумма не меняется Понимаешь, Кипитошу, у меня появились лишние деньги Я точно помню, сколько их было утром Потому что мне мама давала деньги на карандаши и альбом для рисования Может, это волшебство какое-нибудь? И мой кошелек стал сам деньги делать Веснушка, кошельки только с дырками бывают Из них деньги высыпаются А вот чтоб наоборот Слушай, деньги хоть настоящие? Твой кошелек их по ночам случайно не подделывает, а? Ха-ха-ха, очень смешно Ну, Кипитош, сам посуди У меня в кошельке утром было денег почти столько же, сколько и сейчас А я ведь их тратила весь день Значит, Веснушка, просто кто-то из продавцов ошибся И дал тебе сдачу неправильно Такое иногда случается Правда, чаще сдачу не додают А тебе вот передали Как мне это самой в голову не пришло? Я теперь эти лишние деньги смогу на кино потратить О, или в кафе пойду мороженое поесть Или фломастеры новые куплю И еще на новый магнитик останется А может, и на новый ластик и точилку для карандашей А ведь это, Веснушечка, неправильно Нехорошо как-то Ты собираешься потратить не свои деньги Кипитоша, но я же их не украла И это счастливый случай Кому я теперь их отдам, а? Я даже не знаю, кто из продавщиц мог ошибиться Да она, наверное, этого даже и не помнит Это же не тысячи какие-нибудь Веснушка, не важно, много денег или мало Все равно это чужие деньги Ведь в конце рабочего дня продавец обязательно обнаружит недостачу И поверь мне, за это его никто не похвалит Ему придется переданную тебе сдачу возмещать из собственного кармана Ой, я об этом как-то и не подумала А если из-за этой ошибки его уволят? Эти деньги обязательно нужно вернуть Только кому? Кто же ошибся? Веснушечка, Веснушечка, ты сдачу считать никогда не пробовала? Между прочим, в магазинах плакаты висят «Проверяйте деньги, не отходя от кассы» Если бы ты это делала, то и проблемы бы никакой не возникло Ну, понимаешь, я когда на переменки в буфет заглянула, то очень торопилась До урока времени не так много оставалось, а там очередь была Я быстренько сок яблочный купила и пирожок с курагой А сдачу, не считая, в кошелек положила Ладно, хорошо, на переменки ты торопилась Но потом можно было повнимательней быть Так, расскажи-ка мне, где и что ты еще покупала А то вдруг, может, ты и сама вспомнишь, кто тебе мог сдачу неправильно дать Угу После уроков мы с девочками мороженое в сквере ели Я выбрала в палатке эскимо в шоколадной глазури с орешками Мы заболтались, и я опять сдачу не проверила Потом я заскочила в магазин «Все для школы» Мне нужно было карандаши и альбом для рисования купить Да уж, тут так просто и не разберешься Нет, чтобы из школы сразу домой пойти Ай, я теперь ума не приложу, как нам выяснить, кто из продавцов ошибся Кипятошечка, а давай мы с тобой переместимся во времени И со стороны за мной понаблюдаем, а? Мы тогда быстренько выясним историю со сдачей Как ты себе это представляешь? В одном месте встретятся две тебя Из прошлого и настоящего Это невозможно Мы так можем нарушить течение времени И что же делать? Ну ты же сам всегда говоришь Из любого положения есть выход Кипятош, ну придумай что-нибудь Ну ты же у меня такой умный Такой сообразительный Такой находчивый Вот подлиза Ладно, есть у меня одна идея Принеси-ка мне фамильную книгу старинных тайн и обычаев Ага Ага, вот, нашел Есть тут одно заклинание на странице 176 С его помощью мы сможем прошлое увидеть Как это? В воздухе картинки всякие возникнут Это кажется, голограммой называется А звук тоже будет? Да нет Мы с тобой воспользуемся самым обычным зеркалом После того, как мы вдвоем Одновременно заклинание произнесем В нем, в этом зеркале Мы увидим весь твой сегодняшний день Ну, это как обратная перемотка на киноленте А любое зеркало можно использовать? Или какое-нибудь особенное? А почему ты мне раньше про это заклинание не рассказывал? Я бы могла посмотреть, как я выгляжу со стороны Что про меня девочки в классе говорят? Наверное, можно было бы даже посмотреть, как мама с папой познакомились Веснушка нечисти Волшебство нельзя использовать из простого любопытства Только в экстренных случаях А теперь принеси мне мамина зеркало Перед которым она по утрам красоту наводит Оно лучше всего подойдет Уже несу Кипитош, нам сначала нужно посмотреть Как я в буфете сок с пирожком покупала А потом, как я из школы шла Спокойствие, только спокойствие Занимайте ваши места согласно купленным билетам Так, давай в два голоса вот эти слова произнесем Готово? Раз, два, три Шурубум, марубум, карамин, шарабарум Ура! Получилось! Смотри, смотри, Кипитоша Я отдаю 50 рублей продавцу в школьном буфете А она мне дает пирожок, сок и 15 рублей сдачи Все правильно Как интересно-то на себя со стороны смотреть Эх, жаль, звука нет Так, один вариант из трех мы можем исключить Теперь поглядим, как ты домой из школы шла Ага, понятно Ты, оказывается, еще с девочками в классике играла А потом с нами такое случилось Сам посмотри Большая собака погналась за маленьким воробушком Смотри, смотри Я собаку прогоняю А взрослые воробьи щепечут Они за птенчика испугались А теперь я их крошками кормлю Эх, ты моя МЧС-спасательница Воробушка выручила, да еще накормила Молодец Так, а теперь вы с девочками болтаете Ну, похоже, что это надолго Нам нужно же было обсудить Что Ире Семеновой на день рождения подарить Света говорит Давайте подарим ей щеночка Она о нем мечтает А Лена говорит, что Ирина мама против собак А я говорю А давайте Ирину маму убедим Что щеночек это хорошо Кипитош, как ты думаешь Мы Ирину маму сможем уговорить? Ой, Веснушка, не отвлекайся Нам сейчас надо не с щенком проблемы решить А с лишними деньгами Так, 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 так Ага, вот ты из кемо в палатке покупаешь Ага, давай внимательно за этим понаблюдаем Оказывается, я под расчет продавщица деньги дала А уже про это позабыла Получается, что лишнюю сдачу мне в магазине дали Вот мы сейчас и проверим Так ли это Ого-го-го, какая в магазине очередь Как будто всем детям в нашем районе Одновременно карандаши и альбом для рисования понадобились Да нет На самом деле все дети разное покупали Ну, кто фломастеры, кто книжки, кто атлас по географии А вот и до меня очередь дошла Ну, точно Эта продавщица тебе сдачу неправильно дала Посмотри, какая она уставшая, грустная Наверное, у нее что-то неприятное случилось И она стала невнимательной Вот, видишь, видишь Вместо десяти рублей она тебе сто дала Завтра после школы в магазин зайду и сдачу ей верну А теперь давай фильм посмотрим про Барби Сейчас как раз его по телевизору показывать будут Веснушка, Веснушка, сколько раз говорилось Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня Притом фильм ты этот уже видела А магазин скоро закроется А вдруг сегодня вечером недостачу обнаружат И продавщице достанется? Ой, ну не выдумывай, пожалуйста Ничего плохого не случится, если я сдачу завтра отдам Днем раньше, днем позже Подумаешь, ну мне очень хочется еще раз этот фильм посмотреть А это мы сейчас проверим В фамильной книге семейных тайн и обычаев Есть еще одно заклинание С помощью которого можно в будущее заглядывать Давай-ка посмотрим, что с продавщицей сегодня вечером произойдет Кипитоша, какие перспективы открываются Я же с помощью этого заклинания смогу узнавать отметки за контрольную И оценки за год, и что мне подарит на день рождения И еще много чего интересного Даже и не думай Это заклинание в корыстных целях использовать нельзя Да и потом Неинтересно тебе будет жить, Веснушка Когда ты все будешь знать заранее Это ж скука смертная Ничего волшебного, ничего неожиданного Ну хорошо, хорошо, я поняла, что нельзя Ну если очень хочется Ну в самых, при самых сложных ситуациях можно? Ну хоть в полглазика А как раз сейчас и сложилась такая ситуация Сейчас я открою книгу фамильных тайн и обычаев На странице 177 Восьмая строка сверху Ты готова повторять за мной? Давай на счет Раз, два, три Шулюм, обелюм, карамани оселюм Кипитоша, ты был прав В магазине проверка Продавщица совсем расстроенная Вон какая-то тетенька ее ругает Это грозная тетенька Наверное, директор магазина Говорит, что недостача хоть и маленькая Но премии она продавщицу лишит Чтоб впредь она была более внимательной И это все из-за меня Ну, не переживай так Ты же не специально это сделал Ой-ой-ой-ой, смотри Продавщица-то плачет Рассказывает подружке, что у нее Мама заболела А у нее скоро день рождения И теперь из-за штрафа Она не сможет маме Подарок сделать хороший А ну его этот фильм Я сейчас же в магазин побегу И деньги продавщице отдам Я не хочу, чтобы из-за меня Человеку плохо было Я теперь буду внимательно Сдачу в магазине считать Вот ты прекрасна Возвращайся побыстрее Я чай к твоему приходу вскипячу Новые приключения Веснушки и Кипитоши Продолжение следует Мальчишечки и девчоночки А также их родители Мое шоу послушать не хотите, да? Да, 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 это я Ваш любимый говорящий чайник Кипитоши Ведущий нового Интерактивного Супер-пупер-весенно-загадочного шоу На детском радио Под названием Гонки за Лайдами Ну, очень крутое шоу Вы только послушайте, как это было Наберите в поиске Гонки за лайками